Здравствуйте, здравствуйте, мои хорошие! Вас приветствует Алена Ариес. Я по-прежнему таролог, психолог, коуч, специалист по работе с подсознанием и эксперт счастливой жизни. И сегодня для вас очень интересное предсказание, что в двери стучится и кто скоро примчится. Для этого вам нужно выбрать позицию. Будет три позиции. Один, два и три. Вам нужно выбрать колечко. Золотое колечко, вот такое, или может быть бронзовое. Как вам больше нравится. Дальше жемчужное, вот такое красивое. Это будет вторая позиция. И третья позиция, рубиновое колечко. Выбирайте колечко и начинаем. Итак, первый вариант. Давайте смотреть сначала, кто скоро примчится. Тут мне нужно будет выложить не одну карту. Ой, девочки, то спинтакли. Деньги к вам скоро примчатся. Деньги в большом количестве. Так, но все-таки смотрим, кто примчится. Кто примчится, кто примчится. Кто к вам примчится. Очень-очень скоро. Буквально в ближайшие дни, девочки, судя по картам. Вот. Мужчина к вам скоро примчится. Это мужчина шатен с голубыми или зелеными глазами. Такой обаятельный, очаровательный, добрый, щедрый, веселый. Ровесник или постарше вас может быть седой или лысый. Так, и с чем он к вам примчится? Давайте посмотрим. Ждет от вас чего-то. Мужчина встреча у нас вас ждет. Хочет с вами встречу. Так, и планы у него какие-то на вас серьезные. При этом, смотрите, девочки, вот по тем картам, которые вышли, мужчина вам точно знаком, вот, но, скорее всего, к работе отношений не имеет. Может быть, родственник, может быть, сосед, любой, в принципе, знакомый вам мужчина. Вот. А также, потому что тут, смотрите, мужчина, за которого вы и не против, как бы, выйти замуж. То есть, ну, возможно, претендент на руку и сердце. Ну, а теперь мужчину мы с вами убираем. И теперь посмотрим, что в двери стучится к вам, кроме денег. Так, поездка какая-то. Поездка, да, девочки, прям поездка у вас на пороге, буквально в ближайшие несколько дней. Ну, и крупные деньги. Вот, кажется, подтверждают, что крупные денежки к вам стучатся прямо в дверь. Это была первая позиция. Это было для тех, кто выбирал золотое колечко. Теперь жемчужное. Посмотрим. Также посмотрим, кто скоро примчится к вам. Кто к вам скоро примчится. А потом уже, что в двери стучится. Так, кто скоро примчится к вам. Так, так, так. Ну, тут известие какое-то вам от официальных органов будет еще связанное с деньгами. А примчится женщина. Она, наверное, принесет вам это известие. Женщина, у которой русый оттенок волос от светлого до темного с голубыми или зелеными глазами. Обаятельная, очаровательная, добрая, щедрая, веселая, гостеприимная. Так, может быть, какое-то известие о деньгах с работы, например, о том, что будет премия, к примеру, да, или повышение зарплаты. Ну, вот известие какое-то. А может быть, если, к примеру, у вас идет судебное разбирательство какое-то, связанное с деньгами или какие-то юридические вопросы вы решаете или документальные. По поводу денег, ну, тут еще поездка, как бы, занимает немаловажную роль, поэтому, может быть, по поводу поездки, поездки и денег, это, например, может быть, приобретение путевки, билетов, документов, приобретение документов, да, получение документов. Вот, так что, вот какая-то женщина к вам с хорошими известиями. Вот она к вам примчится. Примчится, девочки, ближайшие 7-10 дней. Ну, давайте теперь смотреть, что в двери стучится к вам, что к вам в двери стучится. По второй позиции смотрим. Самое интересное, тут мужчина к вам еще какой-то из прошлого. Мужчина вам точно знаком. Темненький, темные волосы, темные глаза, ну, такой, ну, чаще всего по мечам это врачи. Все, кто связаны с законом, работники каких-то официальных органов, организации. Это и военные, это и юристы, это и полиция. А вот, ну, в общем, мужчина вам точно знаком, да. Еще один мужчина, девочки. Прям с чувствами к вам. Это мужчина шатен, ровесник или чуть-чуть младше вас. С голубыми или зелеными глазами. Обаятельный, очаровательный, добрый, щедрый, веселый. Вот как интересно-то с чувствами, прям со страстью к вам вот этот шатен, который. А этот мужчина, не знаю, с чем он к вам, с чем. Еще один мужчина. Черненький, черные волосы, темные глаза, серьезный, практичный, деловой. Ну, тут может быть и как бы и по работе, а может быть и... Нет, все-таки по любви. Да, в общем, я бы хочу сказать, что тут трое мужчин еще к вам спешат. В общем-то, появятся тоже в ближайшее время, в ближайшие дни. Вот эти все трое мужчин объявятся. А вот этот мужчина, я так понимаю, что очень бы хотел с вами отношений. Видите, как переживает сильно. Но, тем не менее, давайте смотреть, что в дверь это стучится к вам. Ну, то, что много, несколько мужчин появятся. Вот, и как-то вот я вижу, вернее, не вижу вашего расположения к этим мужчинам. Как-то они все... Такое ощущение, что ни один из них вам не подходит. То есть, они к вам. Кто-то хочет с вами отношений, кто-то хочет решить. Ну, то есть, мы вот трое мужчин, да. Решил, вот этот, например, хочет решить какой-то вопрос. Этот хотел бы с вами серьезных отношений. А вот, а вы как-то вот вообще ни с одним из них себя не видите. Так, что в двери стучится, девочки? Что в двери стучится? Перемены какие-то у вас стучатся в двери, да. Смотрите, если вы в поиске работы, то это начало работы. То есть, найдете работу, наконец-то. Причем, вот, ближайшие 7 дней. Если вы работаете, то, скорее всего, это повышение в должности. У кого-то может проиграться как командировка. Но, что интересно, командировка с повышением. Может быть, это повышение квалификации или подтверждение квалификации. Будет такая командировка, да. А после командировки вас повысят в должности. Вот, что еще? Что еще в двери стучится? Еще один мужчина, девочки. Это что-то невероятное, тоже с чувствами. Может быть, к этому мужчине у вас чувства? Это светленький мужчина, рыжий или белокурые волосы, светлокарий или серые глаза, активный, целеустремленный, жизнерадостный. Вот, я думаю, что к этому мужчине как-то у вас больше интереса. Вот. Ну, про должность. Да, если у вас бизнес, то, скорее всего, может быть, начало нового бизнеса или нового направления. В общем, начало чего-то нового. Именно в сфере вашей карьеры. Вот. Ну, в общем-то, в общем-то и все. По второй позиции. Так у нас вторая позиция получилась. Как-то вот самая, самая такая длинная, столько мужчин. Это было для тех, кто выбрал вторую позицию. Но теперь смотрим для тех, кто выбрал рубиновое колечко. Кто к вам скоро примчится. Так что вторая позиция мужчинами как бы не обделена. Несмотря на то, что там самое главное будет женщина, которая примчится. Но мужчины тоже. Так, прям вылетела какая-то карта. Денежки, карты говорят вам, нам нужно поэкономить. Экономнее относиться к денежкам. Не время сейчас тратить в ближайшие дни. Я имею в виду каких-то крупных покупок. Итак, кто же к вам мучится. Кто к вам мучится. Кто-то из прошлого, девочки. Знаете, может быть человек, который вам должен. От которого вы давно ждете денег. Да. Черненький. Черные волосы, темные глаза. Серьезный, практичный, деловой. Ровесник или немножко младше вас. Ну, может быть и не немножко. Может быть, например, сын или племянник, или внук, к примеру, должен. Или еще какой-то мужчина. Но здесь именно мужчина, который к вам примчится очень скоро. В ближайшие, да, где-то 10 дней. 10-12 даже, я бы сказала, 10-12 дней долга даст. Вот. Так что здесь решится именно вопрос с долгом. Причем, знаете, долг такой давнишний. Может быть, даже человек занимал несколько лет назад. И вы уже рукой махнули на эти деньги. А вот. А тут он вдруг появится и отдаст. Как-то вот так. Ну, давайте дальше смотреть, что в двери стучится. Да. Если вдруг вам никто не должен. Ну, то есть, ну, вообще вы никогда никому не занимали. Вот. То здесь может решиться какой-то давний вопрос с деньгами. Вот. Там может быть все, что угодно. И вопрос какого-то давнего наследства. И вопрос, может быть, вы куда-то хотели на работу устроиться, не получалось. А сейчас вам предложат это место. А вот. Поэтому, да, вот какой-то давний, прям давний вопрос с деньгами решится. Так. Ну, и что в двери стучится? Ваша мечта с деньгами как раз таки. Крупные деньги к вам идут, девочки. Вот что к вам в двери стучится, решится вопрос. И главное, он решится как-то официально. Ну, да. Может быть, еще по этим картам, что вот этот мужчина может быть покупатель или продавец. Я имею в виду, здесь может быть покупка, продажа недвижимости. А вот тоже вопрос с деньгами, в общем-то, решится. Вот что к вам мчится. Так, ну, и в конце, в начале я не объявляла, да, все-таки выложу вам три карты на исполнение желаний. Загадывайте желания. И посмотрим. Загадывайте желания, выбирайте карту. Я вам напоминаю, что для записи на личную консультацию пишите мне на вайбер, ватсап, телеграм по этому номеру. Присоединяйтесь к моему телеграм-каналу. Там я провожу прямые трансляции. Ссылочка на телеграм-канал есть только в описании к этому видео. Там так и написано, телеграм. Ну, и станьте тарологом мгновенно с моей большой книгой Таро. Получайте книгу через 5 секунд после оформления заказа. Задаете сразу свой самый сокровенный, самый волнующий вопрос. Открываете книжечку и читаете ответ на ваш вопрос по 11 пунктам. Можете спросить все, что угодно. Даже узнать место, где человек находится. Или даже вещь можно найти. Например, банкетный зал, казино, дом ученого. То, что вам близко выбираете. Но человека точно можно найти. Хотя я лично никогда поисками не занималась. Но, тем не менее, каждая карта указывает на определенное место. Внешность человека можете определить. Характер человека. Какие будут отношения, чувства. Здесь же о чувствах. Вы же хотите знать, как относится к вам мужчина. И можете выкладывать хоть каждый день, как он к вам относится. И сразу же получать ответ. А кроме того, ответ еще и по финансам, и по работе. На день, на неделю, на месяц, на год. На любое время, на сколько хотите. А также можете предсказывать, конечно же, по книге не только себе, а также родным и близким, друзьям и знакомым. Если вы потренируетесь, девочки, по книге, я так начинала. Честно. У меня была колода карт Таро. И краткая инструкция. Вот сначала я предсказывала по инструкции. Потом уже предсказывала. То есть я уже знала, получая обратную связь от своих знакомых. Знала, записывала, какая карта как проигрывается. Вот. И таким образом, естественно, расширялось мое видение карт Таро. Я никогда нигде не училась. Я все прошла сама лично, на своем собственном опыте. И на основании этого опыта создала эту бесценную книгу. Которая и вам также поможет стать тарологами, причем очень-очень быстро. В отличие от меня, у вас целая книга, где по 11 пунктам расписана каждая карта. А у меня была только инструкция с краткими значениями. Так что книга действительно реально бесценная. Ссылочка на книгу есть внизу в описании и в моем первом комментарии. Да, совсем забыла за карты. Смотрим. Для тех, кто выбрал первую карту, исполнится ли ваше желание. Девочки, проявите доверие кому-то близкому или к окружающим вас людям. И, может быть, к мужчине. И тогда ваше желание точно исполнится. Доверяйте. Но не всегда и не всем, конечно, нужно доверять. Вот мужчине нужно доверять. Не нужно никогда мужчину проверять, следить. Таким образом, можете сделать только хуже. А вот что касается остальных людей, к примеру, работников, там, не знаю, кого-то еще, то, конечно, здесь лучше использовать другую пословицу. Доверяй, но проверяй. А для тех, кто выбрал вторую карту, смотрим. А вам нужна какая-то дополнительная информация, чтобы исполнилось ваше желание. И для тех, кто выбрал третью карту, сохраняйте оптимизм. То есть, больше улыбайтесь. Отбросьте все сомнения. Поймите, что вы, если вам в голову это желание пришло, значит, вы достойны это получить. Поэтому, больше оптимизма и желание исполниться. А я желаю вам всего самого-самого наилучшего. С вами была Алена Ариес. До новых встреч в новых видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok